Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. Почему жители Пришахтинска сидят без электричества целую неделю, вы узнаете из сюжета Ай-Мамриной. Общество Красного Полумесяца Казахстана подводит итоги своей деятельности после паводков. В Караганде встретили Хадыр-Тюне, ночь предопределения. Сотни горожан и гости города собрались в Центральной областной мечети, чтобы поклониться Всевышнему. Жители трех домов Пришахтинска уже неделю сидят без электричества. Их обращения и жалобы их компания Караганды Жарык игнорирует, требуя от людей установки единых общедомовых счетчиков. Пока жильцы не купят эти приборы, им и дальше придется оставаться без света. Такой вердикт жарыковцев населению не нравится. «Утром голодный, вечером голодный и в темноте. Это что? Не помыться, не посередине». Священную ночь предопределения Казыр-Тюне жильцы трех домов Пришахтинска встретили в темноте. Желания, загаданные ими в эту ночь, у всех одно – электричество. Неделя без света для них сущий кошмар. Бытовая техника в квартирах вместо украшения. В комнатах душно, продукты портятся. А компания «Карагенды Жарык» их проблему решать не спешит, говорят разгневанные домовладельцы. Им отключили свет за долги. Зимой некоторые жильцы воруют свет, греясь таким образом. Жарыковцы найти и наказать самостоятельно правонарушителей не хотят. Вместо этого они поставили вопрос ребром. Пока все не установят общий прибор учета, который будет распределять суммы поровну, дома к электричеству не подключат. А отчаявшиеся люди с этим не согласны. Почему, дескать, мы должны платить за себя и того дядю? Никаких разъяснений по этому поводу не в Караганда Жарык мы не можем получить. Акимат отмалчивается. В общем, помочь нам в этом вопросе никто не может. Мы обратились в суд, мы обратились в Акимат, мы обратились в прокуратуру. По закону, во-первых, монополист должен за свой счет устанавливать все вот эти измерительные приборы. Закон законом, но людей не устраивает еще один пункт. В договоре сказано, что после установки этого прибора жильцы должны будут платить заранее начисленные долги. Вся сумма будет распределяться поровну. Но те, кто свет не воруют, такую меру считают абсурдной. Из-за подозрений в краже электричества соседи даже ругаются между собой. У меня квитанции летом 9 тысяч, зимой 13-15 тысяч за свет. Будут у меня хищения? Будут? Вот по такой сумме. Или в другой квартире 3 тысячи квитанции зимой приходят. Компания Караганда-Жарык утверждает, что это крайняя мера. Жильцы крадут электроэнергию. Кто это делает, найти невозможно. Поэтому установка общедомового счетчика необходима. Теперь каждый жилой дом должен будет купить его за 30 тысяч деньги. Иначе никак. Если идет хищение электрической энергией, пользование электрической энергией помимо приборов учета, что это их обязанность выявлять таких лиц, но и также содержать проводку общедомовую, надлежащую техническому состоянию. С таким вердиктом жарыковцев жители Пришахтинска не согласны. За свои права они готовы стоять до конца. Обращаясь через наш телеканал к властям, люди просят решить их проблему. Правда, увидеть себя по телевизору в ближайшее время им, похоже, не удастся. Аймам Ренажа, Сулам Макулбеков, Арман Артаев, Первый, Карагандинские. В Караганде встретили Хадыр-Тюне, ночь предопределения. Сотни горожан и гости города собрались в центральной областной мечети, чтобы поклониться Всевышнему и отдать дань уважения исламу. В ночь с 13 по 14 июля верующие разделили ужин о разговении с Акимом области и другими чиновниками. После трапезы читались проповеди и намаз. В областной центральной мечети много людей. Хотя места было мало, но всех объединяет одна вера. Потом улица у всех добродушные. Гости отведали ужин вместе с Акимом области Нурмухамбетом Абдебековым. Кроме него в мечети еще десятки чиновников. Традиционная трапеза сменилась проповедью и намазом. Почтить священную ночь предопределения пришли и представители различных конфессий. Так епископ католической церкви Аделио де Ора решил выразить уважение к исламской религии, отметив при этом, что любая вера должна быть уважаема, ведь всех нас объединяют общие истоки. Когда человек честно зависит от Бога, тогда он может уважать каждого отдельного человека, не смотря на его национальности, религии и так далее. И это очень важно в нашем мире. Имам Центральной областной мечети у Мирзакбеккожа и его помощники молились и читали священные писания. Всю ночь верующим рассказывали об исламе, о добре и зле. В эту ночь нас объединила любовь к исламу. Аллах Тагала говорит, тот, кто накормит вечером того, кто упастится, пускай даже глотком воды, получит благословение. Ему простятся все грехи. Желающих попасть в мечеть в этом году было очень много. По словам имама, количество прихожан с каждым годом увеличивается. Контроль за изучением государственного языка нужно ужесточить. Особенно это касается чиновников. Все они должны сдать тесты и получить сертификаты. Но самое главное, должны использовать казахский язык в своей работе. Такое поручение дал глава региона Нурмухаммед Абдебеков на очередном аппаратном совещании. Пересмотреть работу центров, а также курсов обучения языкам, рассмотреть вопросы их финансирования. Экзамен на знание государственного языка в текущем году сдадут более тысячи чиновников. Часть из них на платной основе. Такая мера необходима, так как казахский язык у работников госструктур хромает. По итогам прошлых лет выяснилось, что только 0,9% из всех протестированных госорганов знают казахский в совершенстве. А это очень низкий показатель по республике. В нашей области за последние два полугодия текущего года обучение прошли более 4 тысяч человек. Большая часть из них получили сертификаты. Но все они, обучившиеся, используют казахский язык на работе. В связи с этим мы должны продумать контроль за тем, чтобы государственные служащие говорили и работали на казахском. Всего в нашей области проживают более 1 миллиона человек. По данным Управления развития языков, только половина из них владеют государственным языком. Остальная же часть учиться, может быть, и хотела бы. Да вот обучающих центров не хватает. Да и чиновников в некоторых районах для прохождения курсов не всегда освобождают от работы. В связи с этим глава региона Нурмухамбет Абдебеков дал поручение наказывать таких работодателей. Ведь на каждого обучающегося чиновника выделяется около 40 тысяч тенге. Если работник занятия пропускает, значит деньги летят на ветер. А это ущерб государству. Обеспечить явку сдающих тесты с 15 по 30 октября текущего года в пункты тестирования в соответствии с утвержденной разнарядкой. Только что об этом было доложено. Сегодня начинайте уже людей готовить, подбирать, чтобы все это достойно было проведено. Помимо проблем изучения государственного языка, на совещании обсудили подготовку к будущим праздничным датам. Этот год в нашей стране ознаменован тремя такими. Это 70-летие Великой Победы, 20-летие Конституции и Ассамблеи народов Казахстана, а также 550-летие Казахского ханства. В шахтерской столице началась активная подготовка. В августе карагандинцы выступят в Астане. Там пройдет огромное и зрелищное шоу. Также 20 молодых дарований поедут в Тарас, где выступят в праздничной программе. В Карагандинской области назначены новые руководители госструктур, в частности в Департаменте государственного имущества и приватизации, а также Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Руководителем Департамента государственного имущества и приватизации назначен Марс Галиев. Свою трудовую деятельность он начал в 1998 году юристом общественного объединения Фемида в городе Алматы. Работал на различных руководящих должностях в Министерствах охраны и окружающей среды по чрезвычайным ситуациям культуры и информации. До назначения являлся заместителем директора Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан. Кадровые изменения произошли и в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Новым руководителем стал Кайрат Бегимов. Работал на различных должностях в аппарате Акима нашего города. С октября 2014 года до назначения являлся заместителем руководителя управления строительства Карагандинской области. Работал на различных условностях. Департамент комитета национальной безопасности нашей области отметил 23-летнюю годовщину образования органов. На сцене театра имени Сакина Сифулина пять отличников службы получили почетные грамоты от Акима области. Нурмухаммед Абдибекова. Поздравления сменились в праздничные программы. В зале казахского драматического театра сегодня особенно оживленно. Мужчины в торжественных костюмах, женщины в нарядных платьях. Поддержать своих близких и поздравить с профессиональным праздником собрались родственники сотрудников комитета национальной безопасности. Еще бы! Ведь на плечах последних огромная ответственность – охранять спокойствие страны. Их труд незрим, но очень самоотвержен. Каждый день они ведут невидимую борьбу за мир в Казахстане. Один из награжденных подполковник в отставке Александр Юшкин свою карьеру начинал в Жесказгане. Отслужив много лет на благо Родины, Александр никогда не пожалел о выборе профессии. Даже на пенсии сидеть сложа руки не может. Написал две книги. В этом году, к 73-ю Дня Победы, написал книгу о наших ветеранах, кто работал в управлении и кто воевал. Сейчас я закончил книгу буквально неделю назад о казахском ханстве. Собравшихся поздравил Аким области Нурмухамбет Абдивеков. Из его рук получили почетные грамоты пять сотрудников. Что с задачами, поставленными президентом страны, сотрудники департамента с честью справятся. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов служебной деятельности во имя процветания в республике Казахстан. Также своих сотрудников поздравил руководитель департамента Кендыбай Адамбеков. Пожелав коллегам мудрости и отваги, он отметил важность и сложность их работы. Но тем не менее, пожелал, чтобы в следующем году награжденных было больше. Аймамрина Айденжакан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Последствия паводков продолжают исправлять в Карагандинской области. А Общество Красного Полумесяца Казахстана уже подводит итоги своей деятельности. Благодаря этой организации была собрана необходимая гуманитарная помощь людям, пострадавшим от бедствия. Общество Красного Полумесяца Казахстана никогда не оставалось в стороне, когда происходили крупные бедствия в нашей стране. Вспомним землетрясения в Жамбульской области, наводнения в Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, прорыв дамбы в селе Кызылагаш Алматинской области, взрыв на шахте Абайская в 2008 году. Везде общество оказывало психосоциальную помощь людям. В результате многочисленных паводков в Карагандинской области в 2015 году пострадало свыше 35 населенных пунктов. Всего было принято и распределено 231 тонна гуманитарной помощи, в том числе 128 тонн продуктов питания, 58 тонн одежды и обуви, 42 тонны санитарно-гигиенических товаров, 3 тонны посуды и других предметов быта. Общий охват населения, которому оказали гуманитарную помощь, составило свыше 18 тысяч человек. Всего было задействовано 4 сотрудника карагандинского филиала «Красного полумесяца» и 74 «Добровольца». Вместе с ними работала команда реагирования на стихийные бедствия в составе 7 человек из Южно-Казахстанской области. Помимо этого, круглосуточно действовал штаб в составе 17 человек, который был создан для распределения гуманитарной помощи. Люди готовы и хотят помогать. Однако ситуация с наводнением показала и то, что население еще не готово к тому, чтобы оказывать эту помощь правильно. К сожалению, большая часть этой помощи представляла собой старую изношенную одежду и обувь. Люди не постеснялись отправлять даже грязное нижнее белье и прожженную посуду. Жители со всего Казахстана проводили различные благотворительные акции, чтобы оказать пострадавшим финансовую помощь. Всего было собрано более 10 миллионов тенге. В этом году на территории нашего региона при возникновении крупного паводка была оказана неоценимая помощь именно со стороны представителей Карагандинского, в первую очередь подчеркнув филиала Красного полумесяца, на плечи которого легла основная нагрузка по сбору, обработке, получаемой гуманитарной помощи и распределению среди пострадавших. За активный вклад в успешную реализацию деятельности по оказанию гуманитарной помощи населению Карагандинской области, пострадавшему от весенних паводков, в 2015 году Обществом Красного полумесяца были вручены почетные грамоты и подарки. Среди награжденных и журналист Первого Карагандинского канала. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Детская прелесть кроется в том, что с каждым ребенком все обновляется и мир заново предстает на суд человеческий. Ребенок – это связующее звено между прошлым и будущим. Чтобы он был крепок и здоров, в Караганде проходит международный тренинг с участием консультантов Всемирной организации здравоохранения, эффективная перинатальная помощь женщинам во время беременности, родов, послеродовом периоде и новорожденным. Все женщины обязательно должны следить за своим здоровьем во время беременности, потому что количество патологий беременности в последние годы растет. Главная причина – образ жизни. Негативно влияют и раннее начало половой жизни, и недостаток половой культуры, а также вредные привычки – курение, пристарастие к алкоголю и современная мода на короткие зимние куртки. Нужно учитывать, что у женщин в этом состоянии развивается легкая энцефалопатия. В результате она пребывает в благодушии и не всегда способна оценить перемены объективно. Раньше, когда семьи были большие, мама или свекровь могла вовремя забить тревогу. Сейчас важно, чтобы муж был внимательным к состоянию своей жены. Международный тренинг и должен обучить медицинских работников области современным технологиям, пропагандируемым Всемирной организацией здравоохранения. Медики и должны стать тем утерянным семейным звеном, которое контролировало здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка. Время не стоит на месте. Есть некоторые изменения, которые накапливаются в течение определенного времени. И Всемирная организация здравоохранения рекомендует нам, что именно эта помощь является очень эффективной. Как он растет, как он развивается, должна знать мама. И мы обучаем маму, как оценивать состояние будущего ребенка, который находится еще в ее утробе. Тренинг проводит Ион Булаган из Молдовы, доцент кафедры акушерства и гинекологии Кишиневского государственного медицинского университета, и Айгуль Калиева из Киргизии, врач-неонатолог перинатального центра Бишкека. За период проведения международного тренинга, который был организован Управлением здравоохранения Карагандинской области, областным ЗОЖ на базе областного перинатального центра, будет обучено около 120 медицинских работников. Это акушеры-гинекологи, врачи общей практики, акушерки, неонатологи, детские медицинские сестры. Сергей Высокосов, Жасулан Макубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И еще об одном. До Казахстана дошла мировая эпидемия. Этот вирус поражают и взрослых, и детей. С появлением современных смартфонов многие стали фотографировать сами себя. Селфи, с английского self, что означает сам себя. В мире неоднократно были зарегистрированы случаи, когда из-за селфи люди попадали в больничную койку. В 2014 году супружеская пара из Польши делали селфи на краю скалы и упали с обрыва. Прямо на глазах у своих маленьких детей. Девушка из России сильно увлекалась фотосъемкой. Хотела сделать эффектное селфи на высоте, но тоже сорвалась. В Америке был случай, когда девушка выстрелила себе в голову, делая фото. Десятилетний мальчик, фотографируя себя, упал с высоты десятого этажа. Молодой человек, мчаясь на мотоцикле, сделал свое последнее селфи, потому что не справился с управлением и выехал навстречку. Есть еще много таких примеров. Селфи по праву можно считать помешательством 21 века. Ежедневно тысячи людей делают собственные фото и видеосъемки и выкладывают их в социальных сетях. По мнению Американской психиатрической ассоциации, увлечение селфи считают психологическим отклонением. Это увлечение дошло и до Казахстана. К счастью, пока в нашей стране не было подобных случаев. Но нужно быть внимательным и не забывать о безопасности. Что думают психологи об этом современном направлении, рассказала нам Слатанат Иргужаева. Недостаток общения – это когда имеются трудности именно в реальном общении. А именно в виртуальном общении ты же можешь выставить классные фотографии, сделать фотошоп. Ты можешь замечательно выглядеть. И если тебе предлагают встретиться в реальной жизни, то это всё может разрушиться. И тогда человек предпочитает отказаться от реального общения, переходя целиком и полностью на виртуальное общение. Вот в этом плане это как раз-таки зависимость. Потому что зависимые люди тем и отличаются, что они реальную жизнь отодвигают и целиком и полностью поглощаются в свой мир, то есть в котором они бог, в котором он, сам он. В этом плане да, селфи он опасен, но не как сам по себе селфи, потому что наши бабушки, наши мамы, мы сами фотографируемся, как бы запечатлеваем своих любимых детей, друзей. Штатив для селфи или монопод был изобретён уже давно. Это фото найдено в книге 1995 года. Бесполезные японские изобретения. Спустя 20 лет штатив для селфи обрёл популярность среди миллионов людей. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Арман Артаев, Биргий Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова